Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Мадридский Реал. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересно игровое прохождение или летсплей на ютубе. Буду рад за всех там увидите. Ну что же, у нас сегодня финал претензионного турнира против ПСЖ. Также давайте еще посмотрим, что же у нас по матчам. Ну, кстати, три легких таких соперника, вот, которым я не знаю, ну, в любом случае останова будет против кого-то из них играть. Вот, ну, кстати, три выездных матча подряд у нас со старта это против Депортива, против Леванта и против Реал Бетиса. Поэтому, ну, вот такие вот интересные матчи нам предстоят сегодня. Ну, самый, наверное, интересный это вот как раз финал против ПСЖ. Выйду я стартовым составом, я вот не знаю, ну, вместо Азара выпущу Венисиуса, могу вместо Модрича кого-то там посмотреть, того же, я даже не знаю, Вальверде может быть. Ну, Бензама, наверное, до минутки 60-й отыграет. Ну что же, вот таким составом я решил выйти. Как я сказал, Венисиуса, Вальверде поставлю. Поэтому, давайте попробуем. Кстати, я вижу, что Леонеля Месси нету в стартовом составе, там Демарио вместо него играет. Так что, надеюсь, что нам это сыграет на руку и мы в начале матча попробуем забить парижанам. Итак, говорят про Коки. Первое впечатление, он недавно только перешел из Атлетика в ПСЖ. Поэтому посмотрим, как он отыграет. Мы начинаем в сегодняшнем матче. Поехали. Пробрасывал Ферлана Минди, тот хлестко так выносит. Причем еще и на подборе наши игроки Асенсио. Не получилось аккуратно, красиво это сделать. Баба с мячом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, и это 1-0. И это 1-0. ПСЖ выходит вперед в финале претезонного турнира. А я, если не ошибаюсь, мы играли. Только вот я не помню, играли ли мы против ПСЖ за Реал. Потому что у нас была карьера, и есть до сих пор, за ПСЖ. Вот там-то мы играли против Реала, это я помню. А вот за Реал, чтобы против ПСЖ, вот такого я вот не припоминаю. Но придется нам отыгрываться теперь. Ну давайте уже, ну кто-нибудь там. Ребята, 1-1. Все-таки Реал смог вот это как по мини-футбольному раскатать на пятачке. У них это действительно получилось. До верного здесь довели. Уже здесь накрутили и там. Один пас, другой, третий. И все-таки получилось забить. Марко Асенсио. Забивает. И сравнивает счет. Плохое было решение, наверное, сразу прям так хлестко выносить. Понимал уже, что накрывают. Отлично здесь Бензема проходит Серхио Рамоса. Карим Бензема. Вообще его что-то никто не встречает. Бензема сам проходит дальше и будет бить. И выводит вперед Мадридский Реал. Вот так вот провалил сейчас этот момент Серхио Рамос. И нынешний теперь уже капитан Реала. Карим Бензема выводит Реал вперед. Ну вот так вот, ну просто где-то вот не хватило концентрации, наверное, для испанца. И упустил как-то вот в этом моменте Бензему. И все, счет уже 2-1. Бензема забивает свой очередной мяч на этом турнире. Вальверде отлично отыграл. Выпускаем для укрепления, так сказать, еще и счета Модрича. Чтобы вот уверенность уж точно добавить в оставшиеся там вот 24 минуты. И все, Минди на вынос. И Реал одерживает победу в предсезонном турнире. Проигрывая по ходу этого матча. Но благодаря голу Марко Асенсио и Карима Бенземы Реал все-таки одерживает эту победу. Замечательно, давайте посмотрим по XG, что у нас здесь. Мы наиграли на 4 мяча, а вот пассажирам там на 2 будем округлять. Поэтому победа все равно должна была быть за нами. Так, призовав фонд, нам добавили 5 миллионов 200 за победу в финале предсезонного турнира. Замечательно. Так, Мариана у нас хотят взять в аренду. Так, мы его, да, выставили. Поэтому в Тоттенхем с правом выкупа. Но мы сейчас будем договориться, чтобы он к нам вернулся. То есть вот этого права не было. Они выходят из переговоров. Их это не устраивает. Так, нашел всех, кого мог. Скауты за Англиейном. Никого не нашел на позицию вратаря. Так, и вот по Мариану пришло 2 предложения. Одно от Сельты на 2 сезона в аренду. Одно от Арсенала, но с правом выкупа. Давайте попробуем в Арсенал сначала. Если они действительно там, ну вот, а-ля сольются, то тогда уже будем с Сельтой говорить. Да, ну, без права выкупа их тоже вот не устраивает. Тогда будем общаться с Сельтой. На 1 сезон. Да, их замечательно устраивает. Так, ну и зарплата 60 на 40. Супер. Поэтому сейчас Мариану может стать игроком Сельты на 1 сезон. Так, Мариану отклонил предложение Сельты. Он не хочет туда переходить. Ну, замечательно. Так, пришло предложение по Вальверде из Ювентуса. Его хотят туда подписать. Ну, отклоняем, естественно. Так, а вот предложение по Луки Йовичу. Мы его, в принципе-то, и не выставляли. Поэтому давайте отклоним предложение. Ну, кстати, интересный был бы вариант. Но вот только из-за того, что там есть право в Укупо, уже какой-то вот у меня интерес личный отбивает это предложение. Так, очередные предложения. Родриго хотят на 2 года в аренду в Интер. Так, мы его, кстати, выставляли. Но давайте начнем переговоры. Почему бы и нет? У нас в основе вроде Асенсио играет справа. А во втором составе Бейл. Поэтому вот Родриго на 1 сезон-то можно в Интер отдать. Да, они согласны. Поэтому 60 на 40. У них все 50 на 50. Давайте 55 на 45. Ну, все. Полное разделение напополам. И тут уже все зависит от Родриго. Ну, и Азара хотят купить в PSG. Я бы, конечно, продал на самом деле. Но пока что у меня немножечко цели другие. И на другие позиции кого-то подписать. Так что пока что Азар будет играть в Реале. Так, снова предложение по Вальверде из Ливерпуля. Ну, снова мы отклоняем. Так, ну, у нас почему-то скауты очень долго ищут нам вратаря для второго состава. Давайте пока что другую позицию попробуем закрыть. Центральный защитник. Вот следующий у нас идет. 75 рейтинг у Вальехо. Поэтому вторую задачу мы выставим по центральному защитнику. Также усиление основы. И возраст 16-27. Так, все замечательно. Родриго сдан в аренду. У нас только пока что в Реале покидают игроки. Ушел Камавинго в аренду. Ушел Родриго. А Васкиса мы вообще продали в арсенал. Так, у нас ежемесячный отчет о молодежном составе. У нас здесь Хероя Фукуда. У него пока что рейтинг 56. Но потенциал 94. Поэтому мы его пока что отставляем. Как только будет 60, у него общий рейтинг. Я его подпишу. Так, он находит нам молодых игроков. Так что у кого потенциал 90+. Мы тех и будем брать остальные. До свидания. Итак, снова предложение по Мариану. Уже из Атлетика Бильбао. Но они вряд ли вообще согласятся. Такие вот, если топовые команды предлагают с правом выкупа, то они без права вряд ли уже будут соглашаться. Вот как и здесь. Пришло, например, предложение по Милитау. За 73 миллиона его хотят подписать в Реал Созидат. Но, к сожалению, нет. Так, предложение по Тибу Куртуа. В Интер его хотят купить. Я и так вратаря ищу в команду. У меня они его еще и забрать хотят. Так, снова по Мариану. Ну, Аякс. Я не помню, где он был раньше-то в аренде. Вот где-то тоже память подводит сейчас. Вот где-то он тоже в Лионе, если не ошибаюсь. Да, вот в Лионе вроде он был в аренде. Ну, неплохо там проводил время свое. Но Аякс не согласен без права выкупа. Снова предложение для Мариану. Вот, кстати, от Астон Виллы. Вообще замечательно. На один сезон они сразу готовы без права выкупа. Поэтому, мне кажется, вот это хороший для него вариант. Я не помню, Астон Вилла сейчас в АПЛ или в чемпионшипе играет. Но сейчас, мне кажется, для Мариан это вообще замечательный вариант. В такой-то команде сразу стать основным там игроком. Так, пришло предложение по Мигуэлю. Его хотят в Трапзон Спор, но тоже с правом выкупа. Поэтому, вряд ли они согласятся без. Но мы все равно попробуем, рискнем, так сказать. Да, они выходят из переговоров. Супер, Мариану принял предложение Астон Виллы и переходит на один сезон туда. Так, ну нам нашли центральных защитников. Давайте сразу вот уберем Гинтера. Потому что он у нас и так уже играет в одной из карьер. Шкринера уберем. Ну и все. И вот пока что шесть центральных защитников, которых в принципе можем. А Зюли, в принципе-то, кроме вот Романьоли и Гомеса, давайте вот по ним запросим информацию. Остальных уже, в принципе, там и можем подписывать. Так, Кросс говорит, что в хорошей форме и надеется на то, что сыграет против Алавеса. Но я действительно хочу попробовать первым составом сыграть против Алавеса. Тем более дебютная игра для нас. Давайте пойдем на пресс-конференцию. Хорошая форма команды как-то влияет на состав перед началом сезона. У нас очень качественный состав, ответим так. Достижим ли титул в этом сезоне? Все игроки поставили такую цель. Модрич будет играть в первом матче сезона. Модрич ключевой игрок Реал Мадрида, ответим так. Вот, ну и он действительно выйдет в старте. Поэтому все, давайте переходить, посмотрим, кто там, кстати, по сделкам. Вот, Маррена перешел в Манчестер-Сити, стал самой дорогой сделкой за 119 миллионов. Перешел Гнабри, перешел из Баварии в Челси. И Мерину перешел из Реал Соседада в Атлетико Мадрид. Поэтому вот топ-3 сделки. Ну и пока что вот, так сказать, три испанских клуба здесь участвуют. Итак, наш состав на ваших экранах. Состав соперника тоже выездная для нас игра. В принципе, сегодня у нас только в чемпионате выездные будут. Поэтому поехали. Итак, Estadio de Mendizorosa. Deportiva La Vez принимает Мадридский Реал. В первом туре Ла Лиги Сантандер. Поехали. Лука Модрич обратно на Бензему. Бензема ждет, ждет это подключение. Все, кросс. Кросс нашел этим пасом Карима Бензему и 1-0. Все-таки получилось раскатать Реалу Ла Вес в конце первого тайма. И все. 1-0. Голевая от Тони Кросса на Карима Бензему. И все, можно убегать. И забивает. И забивает Тони Кросс. Шикарный гол. Если я не ошибаюсь, сейчас такой мув у него был, что он забил пяткой. Я с нажатием Л2 пробивал. Ну и у Кросса тоже замечательно. Гол плюс пас за сегодняшний матч. Смотрим еще раз этот аккуратный здесь пробег. Ассенсию и смотрим, как забил. Да. Он внешней пяткой, можно так если это назвать, забил. Ну, здесь это именно так не показывается. Но в реальности бы так бы он и забил. Именно пяткой. Здесь сквозь текстуру. Немножко нога прошла. Ну и все, заменим. Давайте мы Тони Кросса. Пусть отдыхает. Дадим шанс Вальверде. И все. Финальный сесток. Реал добивается уверенной победы на выезде. Замечательные голы сегодня забивали Карим Бензема. Перед самым перерывом из голевого паса от Тони Кросса. И сам же Тони Кросс во втором тайме замечательный гол забил. Филигранный. После замечательного прохода от Марко Асенсио. Так, ну мне интересно, кто, во-первых, сегодня игрок матча. Тоже это интересненько посмотреть. Тони Кросс, ну действительно, гол плюс пас у него сегодня. 8,7 оценку он получил. Ну и по ХГ мы наиграли на 7 мячей. До портива даже на 1. То есть вот, хромает у нас реализация. Так, Тони Кросс. Я действительно ценю то, что вы прислушиваетесь ко мне. Даете играть, пока я в форме. Твоя игра действительно вдохновляет. Стал игроком матча. Так, предложение по Минги. И хотят обменять Минги на Зинченко. Зинченко, правда, ну вот на 2 года и помоложе. Но и рейтинг, вряд ли он за эти 2 года 83-й-то наберет. Поэтому я отклоню, наверное, все-таки. Да простят меня мои зрители из Украины. Так, предложение по Бейлу. Снова, кстати, Интер интересуется. Интер у нас уже хотел. Он забрал у нас Родриго. Хотят забрать Куртуа и Бейла еще. Ну вот, замечательно. Так, у нас окончательные отчеты по Романьоле и Гомезу. Так что мы перемещаемся к нашим всем центральным защитникам. На нашем, так сказать, мини-просмотре. Так, ну смотрим. Гомез 24 года, 82 рейтинг. Так что Романьоле пока что минус. Изюли тоже минус. Делихт. Делихт. Мне кажется, ну все. Здесь уже все предрешено. Будем пробовать подписывать Матейса Делихта. Вот. Свяжемся и купим. У него отступные 129 миллионов. Но мы попробуем договориться подешевле, я надеюсь. Давайте сначала за 80 попробуем. Чуть выше рыночная его стоимость. Нет, они сразу практически отступные его и предлагают нам. Так, ну раз такие пироги, давайте 100 миллионов попробуем. 107. Вот, мы значит уже прям близко. 104 миллиона. Ну они прям вообще потихоньку как-то забавляют. Все. Давайте 105 и по рукаву. Да, замечательно. За 105 миллионов Ювенту согласен нам продать Делихта. А, кстати, так у нас Пикфорд есть как вариант. Поэтому, скорее всего, мы сейчас Пикфорда. Я забыл, что я его туда добавил. Я и думаю, что мне никого не ищут. Оказывается, его нашли. Так, роль у Делихта важной будет в команде. На 5 лет. Да, замечательно. Они сами это предложили. Без отступных. Нам это не надо. Так, ну и по зарплате тут они уже сами пусть предлагают что-нибудь. 145 тысяч евро в неделю и миллион триста подписной бонус. И все. Делихт в нашей команде. Так, давайте. Я не знаю, сколько у меня теперь там денег-то осталось. Вообще, наверное, там сейчас ни о чем. Нет, кстати. Странно. У меня 200 миллионов сейчас было что-ли на счету. Давайте Пикфорда будем подписывать. Вариантов других нет. Лунина. Сейчас попробуем сдать тогда в аренду. Так, ну сколько? 35. Давайте миллионов. Чуть выше рыночной стоимости. Так, они хотят на Ассенсию поменять. Не-не-не. Бенитос сидит тут. Это же Бенитос? Нет, или не Бенитос? Я не знаю. Вроде Бенитос. 35 миллионов. Да, Бенитос. Они хотят 52 миллиона. Так, и 5% выплаты. Ну давайте без выплат. 45. Тоже будем торговаться. 47 хотят. Давайте за 47. Все, Бенитос. Еще и торгуется с бывшей своей командой. Здесь бессовестный. Так. Теперь будем уже с Пикфордом. Нерегулярный. Давайте примем, потому что у нас Куртуа регулярный. И основной вратарь. Поэтому в Пикфорд как-то так. Ну я не знаю. Здесь вратарю-то можно и на 5 лет. Согласятся ли они на 5? Да, они соглашаются. Поэтому замечательно. У вратарей немножко по-другому. Там возраст идут. Они и в 40 лет могут замечательно играть. Так. И зарплата. Ну в принципе да. 94 тысячи евро и 820 подписной бонус. Поэтому все. Все замечательно. Так. Теперь нам надо перейти. Так. Ну во-первых вот отсюда мы уберем. Вот так. Так. Отчет скаута. Вот здесь вот всех центральных защитников. Да. Мы теперь уберем. За то, что мы подписали делифта. Да. Чуть попозже мы зайдем еще сейчас одного игрока. Будем следующее нам так сказать искать. Куртуа, Пикфорд. Ну Лунина мы сдаем в аренду. Почему бы нет? Лопеса мы тогда удаляем из аренды. И выставляем на продажу. Раз у нас есть Лунин. Так сказать третий наш вратарь в команде. Дальше. Мы подписали делифта. Вальеха у нас есть. Вальехо. А у нас в принципе да. Тут смотрите. 2, 4, 5. Да. Вальеха пятый защитник. Поэтому его я просто отправлю в аренду. Если там травма у кого-то будет. Я его если что заберу. Поэтому вот. Делифт делал себе 17 номер. Странно кстати. В обороне с таким номером. Вот. А Пикфорд. Пикфорд 21. Поэтому вот так. Что у нас теперь по команде. Так. Делифт и Алаба у нас основные. Мелитау теперь. Получается во второй состав. Перемещается. Вот сюда вот. Так вот. Добавляем. Так. А здесь я не понимаю. Откуда здесь какой-то карбонел. Я здесь вообще что ли. Я скамейку запасных. Не перестраивал. Или что. Так. Ну и дальше смотрим. Проблемные зоны. У нас получается Сибалиус. То есть нам нужен опорник. Теперь. В команду. Так что давайте сейчас. Так. Что у нас за скауты здесь остались. Здесь вроде да. Они все. Четырехзвездочные. Испанец. Немец. Итальянец. И в Англию мы их отправляли. Так. Опорник. Также. Поищем усиление основы. Ну и так же. От 16 до 27 лет. Деньги у нас вроде еще есть. Сейчас посмотрим сколько. Ну. В принципе. 55 миллионов. Это если мы сейчас еще подкорректируем бюджет. Чтобы там. 1200 вот так вот оставалось. То есть за 100 миллионов. Там мне кажется. Канте можно. Если прям договориться так хорошо. То и Канте можно в принципе подписать. Так. У нас три сообщения. Лопес. Хорошо что вы передумали отдавать мне в аренду. Да. Я тебя в принципе. На трансе выставил. Поэтому не знаю. Так. Лунин. Аренда тебе. Он говорит что поможет. Да пожалуйста. Конечно да. И Вальеха тоже. Все. Наши мнения совпадают. Замечательно. Так. Предложение у нас по основе Вальверде. Барселона его хочет забрать. Мы отклоняем. Ну что же. У нас очередная игра. Второй тур. Чемпионат Испании. Посмотрим что у нас по трансерам. В принципе все так же. Только вот Делихт на второе место здесь залетел. Ну за 105 миллионов. Все таки очень хороший центральный для нас защитник. Но правда мы сейчас будем играть вторым составом. То есть сегодня у нас вот только Пикфорд. Я так понимаю. Дебютирует Марселла с капитанской повязкой. Все. Составы на ваших кранах. Поехали. Итак. Хосе Морали. С трансер в Хофенхайм. То есть его сейчас еще и купить могут. Поэтому жалко что не до нашего вот матча его купили. Потому что ну вроде как он лидер. Я этого игрока уж точно из Леванте знаю. Поэтому вот. Эстадио. Куита де Валенсия. Леванте против мадридского Реала. Вторая наша уже выездная игра подряд. А их будет всего три. Ну как минимум сегодня. Я посмотрел что именно три игры подряд у нас выездные. Может быть там и дальше тоже будут в следующем месяце. Йович. Неплохо здесь сейчас развернул оборону Леванте. Йович. 1-0. Ну вы посмотрите. Третья минута. Йович уже забивает гол. Вот так вот. Мы не могли долго вскрыть ту же оборону Депортива в первом туре. Но вот так вот Йович просто развернул. Все. И здесь защитники-то уже как-то попытались потолкаться. Но не получилось. Йович 1-0. Он на предсезонном турнире у нас. Я не помню там хэтрик или покер забил. Ну и здесь тоже вот забивает. Замечательно. Какие распасовки-то пошли. Йович и Венисиус. Здесь просто для Венисиуса на пустые. Тут и я не знаю даже как лучше бы было за Венисиуса пробить. Либо за Йовича. Йович мне казался в этом моменте, что может и во вратаря там пробить. Поэтому еще раз посмотрим. Давайте сейчас момент. Вот как-то да, прям в упор уже на него вратарь это выходил. Поэтому мне кажется, это было правильное решение. И все, уже 2-0 к 24-й минуте. Замечательно. В створ хотя бы попал. Подача на Начо. Ух, какой удар это! Гол! Начо Фернандес забивает с углового. В первом моменте у него вот не получилось. Со второй попытки шикарный удар. Далкипер там немножечко не дотянулся до мяча. Ну, разгром от Реала на стадионе Леванте. Смотрим еще раз. Это шикарная подача. Здесь как-то вратарь, наверное, позицию нету выбора, потому что до мяча-то он, естественно, дотягивался. Да, записали на Начо. 31-й минута, счет уже 3-0. Гаррет Бэйл. Бэйл. И какой гол от Гаррета Бэйла! Все-таки валит, снова забивает, пушку свою расчехляет. Хоть и первую голову в сезоне нет. Он, кстати, на председанном турнире забил, но именно официальный-то первый. Поэтому очень хорошо сейчас получилось за него отыграть. Сам он здесь уже накрутил. И под позицию себе тоже, отличную бьющую. В дальний угол, конечно, здесь было трудновато пробить, но у него получилось. Переиграл вратаря. Милитау шикарно отыграл. Адриасоло, Вальверде. Но Азара какая сразу же передача. И Азар. И Азар. 5-0. Замечательная замена. Азар тоже забил для себя первый гол в официальном матче. Шикарная передача, кстати, здесь прошла. Ну и вратарь сегодня. Вот если Пачека за Deportivo хоть что-то тащил, то здесь, ну нет. Здесь вратарь вообще как будто из какой-нибудь там молодежки. Но уж точно не из основы. Йович. Все-таки получилось отдать передачу. Венисиус. И напоследок, а. Посмотрите, как еще забивает Федерико Вальверде. 6-0. 80-я минута. И снова же забивает у нас полузащитник шикарным, изящным ударом. Давайте сейчас посмотрим. Здесь Венисиус отлично прошел. Да, тоже вот так вот пяточкой. Пробросиком таким небольшим. Ну, уже при счете 5-0 можно было бы так покуражиться. Поэтому 6-0. 80-я минута. Все. Финальный сысток. Разгромнейшая победа Реала над Леванте. 6-0. Мы добиваемся успешной победы. Вторая победа в чемпионате Испании в этом сезоне. Первая была 2-0. Здесь уже 6. В среднем за игру забиваем по 4 мяча. Так. Скаут говорит, нашел всех, кого смог в Испании. Сейчас посмотрим. Так. Модрич. Так. Продолжай играть и бумажные дела оставь мне. Так. Так что, ну все. Модрич хочет переподписать контракт. Сейчас. Почему бы и нет. Опорника пока что нам действительно никакого не нашли. Так что, ну сейчас будем переподписывать с Модричем. Раз все-таки он попросил. Модрич и легенда клуба. Поэтому отказать ему просто я вот не могу. У него тем более заканчивается контракт. Ну давайте. Я не знаю. На один сезон, наверное, максимум. Да и они сами могут предложить, наверное, один сезон. Так же, как это было с Хандановичем в карьере за Интер. Так. Он ключевой. Это действительно факт. Насколько? Продления нет. А есть такой, да. Давайте на один год. Да, их это устраивает вообще, значит, замечательно. Так. Финансово дальше идет вопрос. А я не знаю, сколько. У него рейтинг 186. Давайте 150 тысяч попробуем предложить. Да, они согласны, но с подписным бонусом. Поэтому замечательно. Все. Модрич еще на один сезон с нами. Зарплату ему немножко, конечно, урезали. Из-за того, что возраст. И скоро уже просто закончит свою карьеру. Вот не знаю, в реале, не в реале. Но мы будем пытаться его тогда продать. Если он уже будет не соответствовать нашей команде. Так, отлично, шеф. Все. Ты знаешь, как мы тебя ценим. Все. Вот так вот ему ответим. Так. Игроки отправляются в сборные. Тибо Куртуа в Бельгию. Тони Кроза в Германию. Минги во Францию. Начи Фернандес в Испанию. Венисиус в Бразилию. Андрей Лунин в Украину. И Давид Алаба в Австрию. Так. У нас очередные, кстати, здесь предложения. Манчестер хочет подписать Вальверде. Мы отклоняем. А Мигуэля хотят взять в аренду. Вот, кстати. Бавва Карс. Фатих. Карамук Рук. Уже такой клуб нам встречался. Если не ошибаюсь. В карьере за Интер. Такой же клуб нам тоже хотел у нас игрока взять в аренду. На один сезон. Сейчас попробуем отдать Мигуэля. Да. Они, в принципе, согласны. Ну и по зарплате. Вот так. Хотят 50 на 50. 55 на 45. Почему бы и не? Все. 55 на 45 их устраивает. Ну и надеемся на то, что получится отдать молодого игрока в аренду. Так. Нам нашли много, кстати, хороших опорников. Давайте позапрашиваем. Почему бы и нет. Почему два из Вестхэма. Ну, кстати, вот из английской премьер-лиги. Хорошо нам прям так находили. Причем хорошие варианты тоже здесь есть. Ну что же. А у нас очередная выездная игра в чемпионате. Третий тур. Играем стартовым составом. Давайте я, кстати, посмотрю, стартовым или нет. Потому что надо отталкиваться от того, с кем дальше играть. Ну там, в принципе, команда даже моя отдохнет. Поэтому давайте вот основой. Отыграем последний матч в сегодняшнем выпуске. Реал против Реала. Реал против Реала. Бетис против Мадрида. Все. Вы знаете для нас игра. Первым составом мы выходим. Поехали. Так. Матес де Лихт. Первое, кстати, впечатление. Да. Сегодня у нас дебютирует. Главное такое, можно сказать, дарование в Голландии. В защитной зоне, можно так и сказать. Вива Эльбетис. Манкуэй Перда. Вот такой вот перформанс от болельщиков Реал Бетиса. Интересно, конечно, как мы отыграем. Но пока что у нас две победы. 2-0, 6-0. И вот. Посмотрим, как отыграем. А с новой. Еще и с одним из лучших центральных защитников в мире на данный момент. Шесть мячей наколотить. Алаба на подаче. На Бензему прям пошел это гол. Второй гол Реала Суглового во втором матче подряд. В прошлом матче Начо Фернандес забил. Я не помню, кто там, кстати, подавал Вальверды, если я не ошибаюсь. Здесь уже подает Алаба и находит Карима Бензему. Здесь как-то и вот защитника на этой штанге. Может быть и на автогол засчитают. Но мне кажется, да. Должны засчитывать на автогол. Сейчас посмотрим. Да. Андрес Гуардада забил свои ворота. На Азара. На Карима Бензему. Очень хорошо сейчас забегает Лука Модрич. И в касание можно. Отлично. Вот так же у меня сейчас получилось забить. Как за Мбаппе мы забивали в карьере за ПСЖ. Пытался я на ложном замахе сейчас убрать защитника. Либо мяч просто остановить и в касание пробить. А у меня так получилось. Вот смотрите. Я не знаю, здесь это будет видно. Что я и замахнулся. И не дотрагиваясь на мяча сразу же хлестенько вот так вот пробил. Вот. Вот этот замах был. И удар. Ну замечательно. Лука Модрич тоже забивает свой первый гол. Азар. На Бензему. Карим Бензема. Свой гол он все-таки забил. Свой гол забил. Не головой, ногой. Не с углового, а с игры. Ну замечательно. 3-0. Больше двух мячей уже третий матч забивает Реал. Не пропускает. Пока что это тоже замечательно. То есть и как Куртуа, так и Пикварт пока что имеют по одной победе в сухую. Сейчас завершится третий тур. И мы узнаем, получится ли у Куртуа выйти по этому показателю вперед. И Лука Модрич. На пустые можно там выкатывать. Асенсио. 4-0. Все. 89-ая минута. Очередной разгром от Реала. Уже второй в этом сезоне в чемпионате. 2-0 все-таки же не считается как разгром. Вот разгромили мы 6-0. И пока что обыграем Реал Бетис 3-0. А, 4 уже, да. Прошу прощения. Модрич, Бензема, Асенсио и Автого. И все. Финальный свисток. Третий подряд победа мадридского Реала в чемпионате Испании. Не одного пока что пропущенного мяча. Но уже наколотили 12 мячей за 3 тура. В среднем, еще раз напомню, по 4 мяча за игру. Так, Мигуэль не захотел переходить в Караму Грук. Сообщение. Так, Милитау. Он хочет, чтобы мы ему дали шанс. Я дам тебе шанс, конечно, почему бы нет. Очень хороший, перспективный защитник. Так, пришло предложение по Лунину и Адриазолину. Вот Адриазолу-то хотят купить в Барусию. Мы отклоняем, потому что он нам нужен. А вот Лунина хотят взять в аренду в Торино. Но с правом букву Па сейчас попробуем договориться без. Но вряд ли, естественно, это получится. Да, так вот он им не интересен. Пришло предложение по Иско. В Севиле предлагает неплохие деньги. 30 миллионов, но нет. Пришло предложение по Кроссу. После нескольких хороших матчей. Ювентус захотели его подписать, но мы отклоняем всякие вот эти вот предложения. Так, а что у нас там, в принципе-то, по опорникам? Сколько нам ждать там? Там, в принципе, по 10 дней. Поэтому, я не знаю, ну, Солчек и Райс уж точно не такого даже близко рейтинга к тем игрокам, которые у нас сейчас есть. Я бы, в принципе, подписал бы сейчас вот Родри. Потому что у него и возраст хороший. И это, как говорят, второй Бускец, к примеру. Ну, вот именно в Испании. Поэтому, почему бы и не? Давайте попробуем его взять. 81 миллион. Что-то там увидел у него рыночная стоимость. Да, у нас как раз вот такие денюжки-то, в принципе, и есть. Так, ну, попробуем 90. Ох, да и лифт-то сразу. Ты кого? Он только ко мне пришел. Пеп, ты давай не это, не того самого. Подаем предложение. Так, 106. 106. Давай. 100. И все. Потому что мне еще надо с Родрито договариваться. Ты тоже не забывай. Ладно, давай вот так вот. 100. И мы ему отдадим... Там кто у нас? У защитники. Сибалес нам вот не нужен, в принципе. Вот, замечательно. Сибалес в Манчестер Сити сейчас может перейти. Нам, в принципе, он не нужен. Поэтому за 100 миллионов еще Сибалеса отдаем. Мы можем сейчас подписать Родри. Так, ключевой игрок. Ну, пока что соглашаемся. На 4 года. Давайте на 5. Почему бы и нет? Да, на 5 договорились. Игнорируем отступные. Зарплату замечательно. Сами уже себе там вон проставили. Супер. Все, за 155 тысяч там еще и бонус. Поэтому супер. Родри в обмен на Сибалеса переходит в мадридский Реал. Все. Так, это основа. Это основа. Нам надо во второй состав. Все-таки пока что он не дотягивает до первого. Поэтому как-то так. Зато сразу справились и с проблемой, куда пристроить Сибалеса под конец сезона. Вот. Будет получать там игровую для себя практику. Так, что у нас дальше? У нас, в принципе, есть возрастной игрок. Это Марселла. 79 рейтинг. У нас сейчас 3 игрока по 79. Это Марселла, Йович и Адриазола. Ну, они-то хотя бы молодые. Вот, Йович и Адриазола. Поэтому давайте сейчас решим проблему по левому защитнику. Так, пришло предложение по Лунину. Вот, кстати, хороший вариант. На 2 года его хотят взять в аренду в Аякс. Сейчас попробуем на 1. Потому что вдруг, если он действительно хороший рейтинг у себя наберет, то ему и получше команду будет присмотреть. А вот Аякс. Тем более, команда, которая борется всегда там за чемпионство в Голландии. Практически без конкуренции. Пусть уходит. Замечательно. На 50 на 50 у него зарплата. Мы поделились с Аяксом. Поэтому сейчас посмотрим, согласится ли он. Последние тут часы трансферного окна. Лунин молчит прям до конца. Так, нам приходит сообщение. Лунин, во-первых, сдан в аренду. Он успел уйти. Будет выступать за Аякс. Так, обновленный ежемесячный отчет. Ну, давайте посмотрим. Отказываем. Подписываем. Подписываем. Отказываем. Тоже отказываем. Вот этого подписываем. Так, дальше. Так, здесь у нас все скипнулось. Мне бы сейчас наш молодежный состав, в принципе-то, посмотреть. Что там вообще, в принципе, по рейтингу. Так, ну вот этого уже сразу убираем. Восемь седьмой. Нам такие вот не нужны. Ну и все. Есть ребята, конечно, интересные. Вот, кстати, Руиз. Его надо сразу подписывать, как только ему будет 16 лет. Потому что уже рейтинг 60+. Левый защитник. Тем более, которого мы, в принципе, себе вот ищем. Нам нашли вот таких интересных игроков. Люкаса Эрнандеса. Анхелиньо. И Гуреро. Ну, смотрим вот так вот. Потому что уже там и возраст сильно прям такой. Я не знаю, но Эрнандес напор 88. Так, ну здесь у него все показатели 80+. А у этого-то, в принципе, тоже. По таким бы прям бы я бы сейчас посмотрел. Физические, например. Выносливость 85. У этого 76. Поменьше у Эрнандеса. Тем более, Анхелиньо испанец. Вот, но он ЛФЗ-шник. Я боюсь, чтобы перейдется какое-то время переучивать на другую позицию. Он и помоложе. Ну, давайте, все. Анхелиньо мы добавим в список. Так что он. Вот первая наша такая замена для Марселла. Поэтому я не знаю, буду ли я сейчас его выставлять, Марселла. Потому что у меня, в принципе, денег-то вряд ли там хватит. Потому что Марселла уже не стоит там заоблачных, конечно, сумм. Вот. Где его вообще стоимость-то? Вот. 10,5 миллионов каких-то. Поэтому пока что мы оставим все как есть. Дальше. Ну, смотрим. Либо Адриасола, либо Йович. Там по возрасту уже. Кто старше, то мы будем первого убирать. Ну, 25 Адриасоли. Там Йович вроде постарше. Поэтому мы сейчас будем искать форварда нам другого. Хотя нет. 23 Йовича. Я думал, он постарше. Поэтому вместо левого защитника теперь просто ставим правого. Так. Пришло предложение, кстати, по Адриазоли. Я его еще никуда не собирался продавать. Поэтому я пока что отклонил. Потому что я ему еще и замену не нашел. И денег, в принципе, у меня тоже пока что нет. На замену для него. Для Вальеха пришло предложение от Герты. Давайте начнем переговоры. Ну, вот он уже уйдет, получается, зимой. Как я понимаю. Так. На один сезон. Они хотят на два. Давайте на два. Мне без разницы. Мне кажется, мы справимся. Так. Так. Ну, и зарплата 60 на 40. Хотят 50 на 50. Давайте 55 на 45 хотя бы попробуем. Ну, все. Полное разделение. 50 на 50. Это не значит согласие. Ну, что ж, друзья. На этом все. Большое всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok